Добрый день, дорогие друзья! Вот вроде бы недавно я обещал вам жаришку, как тут же нам пообещали холода. Но сегодня пятница, а самое лучшее средство, чтобы согреться пятничным вечером, это шашлык на пенном напитке. Но мы будем его не просто жарить, мы еще его подкоптим. Поехали! Для начала нарезаем лук полукольцами, сольм его, выжимаем из него сок и оставляем на 10 минут. Далее нарезаем мясо небольшими квадратиками. Нарезаем лимон. Добавляем перец, соевый соус, добавляем пенного напитка. И оставляем мариновать на 2-3 часа. Друзья, мангал готов, пышет жаром уже, самое время насаживать шашлычки. Вот такой у нас красивый маринад получился. Самая главная фишечка нашего шашлыка – это щепа. Одну мы взяли «Мелодия леса» – дуб и ольха, другая – щепа груши. Для этого нам понадобится развернуть фольгу, высыпать на нее щепу, немножечко увлажнить и отложить в сторону. Мы должны будем вот это вот приготовить, только потом мы можем щепу положить. То есть, все готовится только на шампурах. Два раза мы не сможем засадить, остатки нам нужно приготовить, и мы обращаемся к решеточке. Далее по 15-20 минут мы обжариваем шашлык с каждой стороны. Наполовину готовый шашлык мы снимаем с углей. Посмотрите, он уже красивый, он уже красавчик. Далее берем щепу. Первая щепа у нас – груша. Вот она у нас. Мы ее смочили и проделываем в ней дырочки. Сделали дырки, далее берем и кладем на угли. Все. Далее берем наш шашлык, который был недоготовлен, и также его выкладываем. И вот так мы оставляем его по 15-20 минут с каждой стороны. Уже пошел такой вкусный копчененький аромат. Дорогие друзья, мясо уже подкоптилось. Аромат просто неслыханный. От груши пахнет такими сладостями, можно сказать, даже карамельный запах. А от нашего хвойного леса пахнет хвойным лесом. Тоже ароматно, словно мы находимся в хвойном лесу. Теперь что мы делаем? Мы снимаем их, убираем в фольгу. Щепу можно вытряхнуть, она быстро прогорит и станет такими же маленькими углями. О, вот тебе пошел аромат. Так, это хвойный. Давай, три. Раз, два, три. Это хвойный. Это груша. Первое правило шашлычник, не забывай подъедать. Вот такой рецепт у нас получился, дорогие друзья. Сейчас мясо немного настоится, ему нужно дать 15-20 минут. Мы его положили в лаваш, заодно лаваш и пропитается, будет очень вкусным. И посмотрите, какая красота у нас получилась. А вы, друзья, не забывайте подписываться на канал. Рецепты вы найдете в описании. Еще больше полезных советов на нашем канале. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!